Слушайте доктора. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Добрый день. Итак, начать беседу я предлагаю с обозначения основных способов профилактики онкологических заболеваний. Игорь Фёдорович, Вам слово. Неслучайно огромное внимание уделяется проблеме онкозаболеваемости. И, конечно, месяц – это мало. Заниматься нужно и весь год, и каждый день. Поэтому основные мероприятия, которые запланированы на этот месяц, могу перечислить. Да, будь любезна. 3 февраля, суббота, будет день открытых дверей в онкологическом диспансере. Значит, будет консультативный приём организован врача-мамолога и врача-онколога. Онколог будет смотреть новообразование кожи. Как можно туда попасть? Это будет в октавном зале с 8 до часа. И любой желающий может быть себе принять участие? Да, любой желающий. Про дополнительные приёмы организованы. Пациентам будет рассказано о факторах риска, о развитии заболеваний. Даны рекомендации по образу жизни. Поэтому всех приглашаем. 9 февраля проводим школу пациента по урологическим проблемам и путям их решения. Это с 2 часов. Также у нас в конференц-зале в онкодиспансере. Наш врач-специалист также проконсультирует, расскажет, даст рекомендации. Никакой предварительной записи на эти мероприятия не требуется? Нет, здесь не нужно. Это вот как раз о чём мы и говорим, что специализировано учреждение. И по порядкам маршрутизации к нам должны направлять поликлиники с места жительства. Уже пациентов с подозрением на нехороший диагноз. То вот как раз тут мы двери открываем для всех желающих. Чтобы граждане проводили самоконтроль. Да, если есть подозрения, лучше прийти. Лучше прийти, провериться. А что ещё будет? Значит, 14 февраля будет выставка. Выставка будет «Мир медицины». И в её рамках будем проводить мы обучающие семинары. Она будет проводиться в выставочный зал Музея Воснецовых. Карла Липних, это 71. Три дня. А что будет представлено на выставке? Значит, там будет представлено всё здравоохранение Кировской области. Вот и один из стендов, это будет онкологического диспансера. Там также мы будем консультировать пациентов. А семинары, вы говорили, что ещё в рамках этого проводится? Значит, в рамках этой выставки мастер-класс по обследованию молочных желёз. Предупреждение развития онкологических заболеваний. То есть программа обширная, с 10 утра. 14, 15, 16 числа. Ну, не ограничиваемся под пациентами. Проводим также и для медицинских работников обучающие семинары. Вот буквально позавчера проведена была под эгидой Министерства здравоохранения научно-практическая конференция совместная врачей-рентгенологов и врачей-онкологов. То есть вопросы организации этих служб на 2018 год. Дальше образовательную видеоконференцию будем проводить для врачей, фельдшеров, смотровых кабинетов, кабинетов медпрофилактики, центров здоровья, для врачей общей практики. Здесь это клиника и ранняя диагностика, новообразование визуальных локализаций. И также скрининг рака молочной железы. Это мы проводим в медицинско-информационно-аналитическом центре, адрес Герцена 49, в октавом зале. Это будет у нас время определено дополнительно, середина февраля. И 15 февраля также проводим для медицинских сестер научно-практическую конференцию по профилактике онкологических заболеваний. Вот это тоже в онкодиспансере. Ну и наша акция, уже ставшая традиционной онкопост, она на этот год тоже будет продолжена. Вот 17 февраля Куменский район. В течение года еще 6 районов. С Кумен решили начать, да, в этом году? Да. Игорь Федорович, где можно посмотреть весь список мероприятий по февралю? Весь список мероприятий? На сайте Министерства здравоохранения? Да. Сайт онкодиспансера. Так что заходите, уважаемые слушатели, интересуйтесь, посещайте. Вы затронули очень важный вопрос, который мы с вами начали обсуждать еще до эфира, о том, что очень большую важность на самом деле, как многие знают, имеет именно первичная диагностика, которая проводится в поликлиниках. Да, мы с вами об этом говорили. В связи с этим очень важно, я согласна, что вы подключаете и обучаете медицинский персонал именно выявлять, проводить диагностику и, соответственно, направлять на последующее изучение ситуации именно на ранних стадиях. Поясните, пожалуй, в течение года проводятся ли еще дополнительно какие-то мероприятия, то есть не только один месяц, потому что здесь, мне кажется, очень важно на это обращать внимание. Нет, конечно, это я рассказал, что в течение февраля... Да, но это в связи с месяцами определенными. Одной из функций онкологического диспансера является консультативно-методическая помощь медицинским организациям в плане организации работы онкологической службы. Вот, ну, еще у нас есть функция контрольная, вот, проверять, как организована работа данных служб. И, конечно, конференции обучения мы проводим в течение года. У нас за каждой больницей закреплен куратор, врач, работающий в онкологическом диспансере, который проводит контрольные мероприятия, проверку медицинской документации, консультирует, то есть его телефон дан в конкретную больницу. Они звонят, то есть знают, что вот этот человек за них отвечает. По любым вопросам можно обращаться. Также телемедицинские консультации. Ну, вы технологии подключаете уже? Да, конечно. Это вот с нами могут проконсультироваться районные больницы, больницы города Кирова. Но мы и сами, у нас заключен договор с федеральным центром, научно-исследовательским институтом имени Блохина, который является, ну, самым головным учреждением. Ну, выше его нету. Вот заключенный договор тоже на телемедицинские консультации. То есть вы непосредственно уже с ними консультируетесь? Да, консультируемся с ними. И вот продолжая эту тему, вот обучение персонала, значит, мы к себе приглашаем ведущие клиники, ведущих специалистов по проведению мастер-классов, проведение операций. На февраль запланирован приезд профессоров-докторов наук из Нижнего Новгорода в Приволжский окружной медицинский центр. А специалисты из Нижнего Новгорода чему будут учить вас? Проводить новые оперативные методики проведения эндоскопических операций. У нас закуплено оборудование новое. Сейчас обучаем специалистов. За прошлый год можно сказать, что оказание высокотехнологичной медицинской помощи, если соответствовали на начало года только два отделения, то к концу года уже шесть. И количество видов операций, если на начало года всего мы девять могли, чтобы подходить под эти критерии, к концу года уже сорок два. И на восемнадцатый год плюс им еще семнадцать сейчас заявили, то есть пятьдесят девять уже видов операций. Мы можем делать. То есть пациентов не нужно направлять в федеральные центры. Соответственно, квалификация специалистов, соответствует оборудование, соответствуют методики, которые мы лечим. То есть все на вашем уровне? Ну вот по этим видам да. Конечно, есть над чем работать еще. И мы признаем, что у нас многое предстоит сделать. Мне кажется, вот именно в вашей сфере этот предел настолько недостижим, что постоянно есть необходимость учиться новому, постоянно развиваться. Это естественный процесс эволюционный. Правда же? Ну, конечно. Давайте вернемся к профилактике онкологических заболеваний. Ваши рекомендации, как действовать, как вести себя, как жить, чтобы как можно уменьшить риск возникновения эволюционных заболеваний? Самым важным провоцирующим фактором возникновения рака легкого все-таки курение является. Как вот еще агитировать? На патчках даже все написано. Вот как? Бросай курить. Бросай курить. Зависимость и результат, он не сразу же возникает. То есть очень-очень долгое время проходит. А потом поздно. Конечно, с детского возраста нужно нам повышать... Именно грамотность. Да, вот это, да, как оно называется, санитарную грамотность населения. Формировать здоровый образ жизни. Он что подразумевает? Правильное питание рациональное, соблюдение режима дня, двигательная активность, исключение вредных привычек. То есть это вещи, которые, спроси, знает любой. Я предлагаю еще Екатерине подключиться к этой нашей с вами беседе по поводу профилактики. Вы сейчас учитесь, да? Какие-то, может быть, новые знания вам дают именно с целью предотвращения роста заболеваемости. Что это должно быть? Я думаю, что это самая настоящая пропаганда здорового образа жизни, с которой мы как раз и выходим, как волонтеры-медики. Выходим в школы, начиная с самых садиков, со школ. Мне кажется, с самого раннего возраста как раз нужно это профилактировать. Потому что взрослому сложнее все равно это уже объяснить. Все равно это где-то начинает формироваться в школе, в семье. И вот с этих пор как раз и нужно это все увеличивать. У меня в связи с этим вопрос. Безусловно, очень важно проводить работу в школе. Я согласна с этим. Скажите, может быть, какие-то появляются новые формы взаимодействия именно с молодежью, со школьниками? То есть не просто лекции. Я, к сожалению, не знаю, как вы сейчас это проводите. Но сейчас же у ребят очень сложно завладеть их вниманием, очень сложно завладеть их доверием. Как вы с этим боретесь? Как вы завоевываете ребят? Я думаю, здесь очень важен принцип равный равному. Когда к ним приходит не какой-то взрослый человек. То есть мы приходим, мы почти их ровесники. И мы внедряем активно такой новый способ. Это квесты. То есть чтобы в активной, очень интерактивной форме показывать что-то, рассказывать. Чтобы это была какая-то, грубо говоря, не какая-то сухая лекция, а чтобы на практике они это отрабатывали, им интересно. То есть может даже какое-то дух соперничества где-то там в игровой форме. Им интереснее и запоминается больше интереса. Намного больше. Расскажите, как это проходит. Например, выбираем какую-то определенную тему. Допустим, профилактика инсульта. Мы разрабатываем станции. На каждой станции, допустим, здесь они учатся мерить давление. Здесь они учатся первые признаки показывать на себе. То есть получат какие-то очки за это. И какая-то команда, допустим, выигрывает. Вот. Пример в такой форме. Замечательно. Про профилактику есть ли еще что-то добавить, Игорь Федорович? Я предлагаю перейти дальше, потому что с Екатериной мы до сих пор продолжаем еще разговор. Екатерина является особенным гостем у нас, потому что, помимо того, что это волонтер, это студент, Екатерина выиграла грант недавно на развитие очень важного проекта. Екатерина, скажите, пожалуйста, об этом. Да, совсем недавно я выиграла грант Росмуодежи в размере 300 тысяч на проект «Жить». Это проект, который посвящен детской онкологии. То есть его главная цель – это изменение стереотипного отношения к диагнозу РАК и жителей Кировской области. Проект разделен на три основных направления. Первое направление – это проведение ряда мероприятий, направленных на увеличение онконосторожности. Это, например, разработка и выпуск санбюллетеней по различным видам детской онкологии. Это съемка видеороликов с участием тех, кто уже пережил такое страшное заболевание, сейчас находятся в длительной ремиссии. Второе направление – это создание информационного онкологического портала, где тоже будет различный информационный блок по различным видам онкологических заболеваний, вебинары выложены с практикующими врачами, ответы на самые популярные вопросы. И третье направление – это освещение реализации проекта в средствах массовой информации. Это все Кировская область будет задействована. Скажите, в других регионах есть ли что-то подобное? Я думаю, что где-то, наверное, и есть, но, если честно, в Привожском федеральном округе такого проекта, о таком проекте я не слышала, посвященном именно детской онкологии. Да, все это будет реализовано в этом году, в 2018-м? Да, до конца этого года. Вы упомянули о снятии видеоролика с людьми, которые пережили онкологическое заболевание. Расскажите, пожалуйста, вашу историю, потому что я знаю, что вы как раз из таких людей. Да, когда мне было 5 месяцев, у меня обнаружили опухоль надпочечники. Тогда в республике Морилос, в которой я сама родом, сказали, что ничего уже сделать нельзя, потому что были метастазы, и семья продолжила бороться. Как раз с центром НИИ Блохина мы активно взаимодействовали, нас отправили туда на консультацию. И вот, как видите, сейчас перед вами учусь в медицинском университете. Я хочу сама помогать, рассказывать всем о своем примере, что рак – это не приговор, что если выявить вовремя и лечение правильное, нужное, своевременное, то, может быть, все хорошо. Поэтому хочу своим примером и примером своих друзей, которых огромное множество, рассказывать, что просто нужно иногда обратить внимание вовремя, обратиться за помощью. Тогда все будет хорошо. Да, ну я вам говорила, что у меня вызвало большое удивление, что люди могут бояться говорить об этом диагнозе, бояться говорить о том, через что они прошли. По-моему, это огромный героизм. И в связи с этим расскажите, пожалуйста, вот именно с чем вам приходилось сталкиваться. Почему люди не хотят об этом говорить? Вы совершенно правы. У меня есть знакомые, которые не хотят, чтобы кто-то знал об их диагнозе вообще, когда кто-то об этом узнавал. Наверное, потому что кто-то считает, что какое-то своеобразное клеймо может оставить, то, что у тебя был такой диагноз. То есть, когда я начинала об этом рассказывать, были такие ситуации, когда мне говорили, что ты врешь, такого не бывает, рак неизлечим, то есть, такого не может быть. Приходилось и карточки показывать, то есть, еще что-то делать. Если честно, я не знаю, почему люди боятся. То есть, я никогда об этом не хотела открыто говорить. Если кто-то случайно узнавал, тогда да. Но вот сейчас, как раз обучаясь в Министинском университете, я поняла, что об этом стоит говорить как раз, что все излечимо. Игорь Федорович, как в вашей практике было, то есть, те люди, которые благополучно проходили лечение в диспансере, как дальше их судьба складывалась? Потому что, по-моему, это прекрасный такой, своего рода, агитационный материал, материал, да, вот эти вот судьбы, эти люди, которые диагностировали, которые могут на своем примере, вот, пожалуйста, про курение вы говорите, да, они на своем примере могут показать, что с ними происходило, почему это с ними происходило. Как у вас с этим работа ведется? Екатерина абсолютно правильно сказала, что большинство людей думают, что рак – приговор, и ничего уже сделать нельзя, и опускаются руки. Нет, конечно, все не так. В начальных стадиях замечательно лечиться. Проблема тут в другом, что в начальных стадиях нет болевого синдрома, а обращаются на прием к врачу, когда. Когда уже трезапно болит. Да, вот зуб, если не заболит, не идут, сердце, если не болит, тоже не идут. Так и здесь. Пока не болит, нет обращений. А боль появляется уже в самом конце. Поэтому вот как раз вопросы скрининговых мероприятий, диспансеризации, профилактических осмотров, они очень важны, и к ним нужно относиться, конечно, серьезнее. Что касается, как дальше судьбы складываются. После установки диагноза, после проведенного лечения, пациент попадает на диспансерное наблюдение. И каждый квартал в течение первого года, он должен к нам на контрольные явки приходить. Это для оценки состояния, для корректировки лечения, для выдачи новых рекомендаций. Иногда бывает нужно переход на другое лечение. То есть было оперативное, дальше там лучевое или химиотерапия. То есть смотрится все по развитию заболевания, по состоянию пациента. Вот постановка на диспансерное наблюдение, она пожизненная. Вот кратность явок потом просто она уменьшается. Да, увеличивается период между явками. На второй год там раз в полгода. Но, естественно, пациент должен наблюдаться, потому что риск развития рецидива возможен. Как Вы считаете, эта программа, которая сейчас будет реализована Екатериной, она ведь наверняка еще сподвидена тех людей, кто так или иначе боится узнать диагноз, боится пойти проверку. Ведь такие случаи были неоднократно. И в нашей с Вами программе мы об этом говорили. Положительные примеры того, что есть жизнь после рака, они ведь наверняка тоже простимулируют. Такие проекты, они, безусловно, нужны, если заставит задуматься хотя бы одного человека. То есть уже все было не зря. Конечно, к каждому не достучишься, но, я говорю, если хоть кто-то задумается, то уже, значит, поработала Екатерина не зря. Да, да, определенно. Екатерина, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что не только в Кирове, в городе будут мероприятия проходить. Каково будет проникновение в районы? Каким образом будете осуществлять контакт именно с жителями районных центров, деревень? Потому что мне кажется, что это тоже очень важно для Вас в этом случае аудитория. Безусловно, это очень важно. Но здесь, я думаю, что, во-первых, наш информационный портал, который будет доступен для всех. Во-вторых, я думаю, что с Игорем Федоровичем мы договоримся о том, что, может быть, мы тоже будем выезжать на онкопосты вместе с ними. И какие-то вебинары, может быть, проведение тоже онлайн. Здесь же также телемедицина, то же самое. Вы говорили про СМИ, что будет еще освещение деятельности в СМИ. В районных, я так понимаю, что это тоже предусмотрено будет? Да, конечно. Очень хорошо. Обязательно ждем Вас, чтобы Вы рассказали об итогах. Да, кстати, итоги как будете подводить? Здесь, на самом деле, очень много показателей. Начиная от того, сколько было разработано сан-бюллетеней, сколько было их выпущено. А сан-бюллетеней, поясните, пожалуйста, что это такое? Сан-бюллетеней – это такая памятка. Например, мы берем один вид какой-то детской онкологии. Например, мы берем лейкоз. Мы разрабатываем памятку. Например, памятка для школьников, памятка для их родителей. Простым языком, абсолютно почти не медицинским, рассказать, что это такое на пальцах буквально. Там об основных симптомах, о чем нужно задуматься и так далее. Чего стоит не бояться или, наоборот, бояться. И такие вот будем, например, приходим на собрание в детский сад, на родительское собрание. Мы им об этом рассказываем и даем вот эти вот памятки. Красочные, красивые, простые. Начиная с них и заканчивая тем, сколько мы выпустили видеороликов, сколько провели встреч, консультаций и так далее. То есть Вы будете оценивать именно охват, сколько человек Вы этой идеей заразили? Да, конечно. Ну и, конечно, показатели позитивной установки тех, с кем мы работаем. То есть кто-то заинтересуется, подойдет к нам после этого, напишет, захочет рассказать, может быть, о своей истории или поделиться еще какими-то своими переживаниями или чем-то еще. Вы думали как-то о предложении этой истории? То есть за рамки 2018 года? Конечно. Конечно, это только самое начало. Так. Расскажите, что еще ждет нас? Ну, учитывая то, что я сама хочу стать детским онкологом, я думаю, это самое начало. То есть пока на этапе моего обучения я могу заниматься только этим, профилактикой и так далее, а потом, когда я стану уже детским онкологом, я думаю, в моей будущей практике это тоже будет развиваться дальше. А вот именно такие общественно-массовые значимые мероприятия? Только продолжатся. Замечательно. А сколько памяток уже напечатано? Пока только начинаем свою работу. Да, мы, по сути, все первые, кто об этом узнает. Да, самые первые. Так что у нас здесь преимущества есть. К онкопосту надо уже напечатать. Хорошо, пронируйте места. Когда у вас выезд будет? 17 февраля. Вот, успеете? Постараемся начать разработку точно. Начали мы говорить, на самом деле, о детской онкологии. Расскажите, насколько эта проблема актуальна, насколько она серьезна? Примерные показатели, может быть, цифры владеете? Проблема, конечно, серьезна, актуальна, потому что, когда заболевает маленький человек, ну, это трагедия. И родители, конечно, готовы и все отдать, лишь бы вылечить. Но онкологическое заболевание, они все-таки, большинство их проявляются в возрасте уже пожилом. И говорить о какой-то прямо эпидемии или вспышке, что детского рака вот такого-то нет. Вот я по показателям, допустим, могу сказать, что стабилизация у нас произошла. По 17-му году тут одногодичная летальность, то есть сколько пациент после установки диагноза смог, прожил. Вот одногодичная летальность у нас снизилась. То есть снизилось количество... Количество умерших снизилось. Спустя год. Да, да. А с чем вы это связываете? Более хороший уход за пациентом, что немаловажно. Реабилитационные мероприятия, адекватное обезболивание, комплекс меропитания, двигательная активность. Вот это все влияет на продолжительность жизни после установки вот этого страшного диагноза. Запущенность, то есть выявление в последних стадиях, она тоже снизилась, стали раньше выявлять. Вот активное выявление тоже увеличилось. Я здесь не хочу показаться, что мы чем-то хвастаемся, потому что работы предстоит очень много еще. Но то, что первые шаги, вот они сделаны в положительную сторону. Мгновенно результатов не добиться, потому что только комплексно можно решать все наши проблемы. Но думаю, что мы на верном пути. Да, мы в этом уверены. И мы пошли дальше, вот вступаем сейчас в эксперимент по маркировке контрольными знаками и мониторинг за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения. Мы становимся центром компетенции по маркировке лекарственных препаратов. Ну, что это такое? Вот, вот поясните. То есть это защита от поддельных лекарств, от контрафактных, от непонятных партий лекарств, появившихся. Появившихся в розничной продаже или в центре? Нет, чтобы к нам такое не попало. Вот, да. Вступает этот закон, он с 2020 года, а Кировская область в качестве, да, как пилотный проект, два учреждения, аптечный склад и онкологический диспансер. Вот, станем такими первыми ласточками. То есть каждая упаковка, каждого лекарственного препарата, она будет сканироваться. Производитель у себя наносит, то есть чип на каждую упаковку. Вот, я говорю, это гарантия от того, что лекарство не то. Два года и ждать не будем. Да, очень хорошо, что на самом деле к этому пришли. То есть сложности с этим были, насколько я понимаю. В Кировской области я о таком не слышал, но по стране, раз закон принимается. Да, значит, проблема есть. Очень хорошо. Очень горды мы за наш регион в этом отношении. А какие-то еще у вас, может быть, есть новости, потому что наша постоянная рубрика «Новости диспансера». Всегда вы нас чем-то радуете. Ну, будем в курсе держать. Мы сегодня и так немало рассказали. Да, да. Итак, на самом деле можно уже, наверное, закругляться. Программа выдалась у нас замечательная. Хоть вопрос очень сложный, очень болезненный. Да, это была программа «Слушайте доктора». Сегодня мы говорили о противодействии развитию онкологических заболеваний. И на студии был Игорь Набатов, главный врач Кировского областного клинического онкологического диспансера. Екатерина Федяшина, студентка педиатрического факультета Кировского государственного медицинского университета, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Кировской области. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Будем рады видеть вас еще и слышать вас еще с рассказами об успешной вашей деятельности. Спасибо и будьте здоровы. Спасибо. Всего доброго. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.